Вот это вот я почему показываю? У меня убила цена, они взяли мою фотографию, да? Агрофирма Виктория. И сумасшедшие деньги, 1650 рублей, так? Вот, а продают всё, что хочешь. Естественно, что у них ничего этого нет, сами они не выращивают. Почему, сейчас поймёте. Расскажите, я инструкция для вас. Я её немножечко ещё усовершенствовал. Итак, всё равно будете, увидите сайт и всё равно вы в этот сайт обратитесь. Откуда дровишки? Где маточный сад? Адрес. Так, вот. Перечистите, какие сорта деревья используются как подвои. Для яблонь, для груш, подвои. Представляете, они же должны знать. Они же скажут, да, это наши. Да, мы вырастили. Под сливами, перчиками черешни. Вот. Можно ли приехать с тазиками, коробкой, вёдрочкой, саврите во благо. Что, мол, вы живёте рядом. Я повторяюсь, поэтому коротко. Сообщите, кто тот великий садовод, что создал ваш, судя по фотографии, выдающийся в чём-то сад. Фамилия. И как связаться. Почему ваши фото взяты из интернета? Железов, Байкалова, Бродского, Латинкова, итальянские, испанские, канадские. Не бойтесь. Здравствуйте, Владимир Костинович. С 7-го 25-го получил вашу посылку. Всё нормально. Косточки пересыпал своим песком. Отправил в холодильник до февраля. Потом до северкальцев. Всего доброго. Большое спасибо. Посылка доволена Николай Макаров. Николай Макаров, ошибка вышла. Значит, смотрите, я вам сейчас вам и всем расскажу важнейший момент. Сейчас идёт заказ у меня косточек. Берут плохо, это само собой так всегда было. Вот, тем более я сейчас покажу то, что у меня долежало до августа. Но тема эта интереснейшая. Вам понравится то, что я вам расскажу. Вы, по крайней мере, будете меньше ошибаться. И больше у вас будут деревьев в саду. Это я вам обещаю после вот этого небольшого 5-10 минут рассказа. Итак, для начала вроде бы вы совершили ошибку. Сейчас ноябрь. В ноябрь вы пересыпали своим песком. И что интересно, что когда вы пересыпали своим песком, отправили в холодильник, вы начали с этого дня, с этой минуты, в начать сертификацию. Поэтому у меня и зацепился, просил вас позвонить. А потом думаю, а что я должен одному рассказывать, а остальные сотни тысяч. Вот. И говорю всем. То есть уже не до февраля. А в феврале сертификация. А как понять сертификацию? Вы ее начали уже в ноябре. А я не представляю, что вы будете февраля делать. Водички добавить или еще похолоднее сделать. Я не знаю. Ладно бы сухим песком. Если бы здесь была сухим, я бы еще бы проволчал. А теперь о сроках. Важнейший момент. Я сделал для себя два открытия. Первое. Вот эту банку. Я вам показывал ее. Но можно чуть подробнее. Вот. Она стояла прижавшись. Это всего неделю-две-три назад я ее сфотографировал. Мать честная. И она стояла прижавшись к это. И, кстати, у меня на каждой фотографии есть свои тонкие вещи. Прижавшись к ледяной стенке. Поняли, да? И вот с этого края она стала иметь минусовую температуру. Что происходит при этом? Ну, правильное испарение. Косочки вроде бы сухие, но внутри-то они не сухие. Вот. Их можно назвать не сухими, не мокрыми, а, скажем, свежими. Идеально сохраненными. Видели? Пот выступил. Точнее, это правильно называют конденсат. Вот. Стартификация началась. И она у меня двойная. Первая. Стартификация в сухом виде. Просто вот мне повезло, что эта фотография наиболее наглядная. Почему? Если здесь, допустим, вот лед, минус один, минус два, с той стороны, это я достал с холодильника, а возле, допустим, дверцы холодильника, в холодильник тут часто заглядываем. Там в среднем плюс пять, плюс восемь. Тоже старификация, но другая. Теперь давай сообразим. Схожность этих и тех, которые одеяпляют, уже разные будут. Разбег пошел. Так, теперь, следующий момент. Вот. Так, сейчас я... А-а-а! Меня тут срочно перебили. Срочно перебили. И... Какую тему заканчиваться, какой начинать. Так, запомнили эту фотографию. Мы вернемся к ней чуть позже, потому что там познакомлю вас с интереснейшим человеком, который учит детей. Дарья Лемещук. Я про него называл, но не расшифровывал. Так вот. Запомнили эту фотографию. Запомнили, что холодильник делится на секции, где теплее и холоднее. Вот. Соответственно, это надо учитывать. Пока.